МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Сергей Крабков. В эфире вечерние новости на канале Ника. В предстоящем выпуске. 7 программ на 7 лет. Областное правительство приняло план работы до 2020 года. Гори, гори, ясно. Наркополицейские уничтожили очередную партию запрещенных препаратов. Воспитание талантов тоже талант. В галерее образ награждали преподаватели школ искусств. Теперь об этих и других событиях подробнее. Рекордное количество государственных программ Калужской области было принято под занавес уходящего года. На заседании регионального правительства вектор развития до 2020 года получили спорт, туризм, культура, лесное хозяйство, жилищный фонд и энергосбережение. По всем из них предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Подробнее расскажет Сергей Панов. Заводы, фермы, туристские комплексы. Все это работает на экономику региона. Земельные участки под них сданы в аренду и исправно приносят прибыль областному бюджету. Но есть и территории, которые хоть и имеют хозяина, но так и остаются пустыми пространствами. Таких владельцев нужно разбудить, чтобы они занялись полезной деятельностью. Каковы же у нас ставки предельные, установленные на региональном уровне для земель сельхозназначения, налоговые ставки. Они имеют возможность повышаться или нет, или мы уже предел весь исчерпали. Если нет, то надо его исчерпать. И для нерадивых собственников такие ставки должны быть установлены предельно. На земле еще и строят дома. Одна из социальных программ региона – возведение доступного и комфортного жилья. В лидерах Калуга и Обнинск, но и другие муниципалитеты, активно строят жилые комплексы, в том числе малоэтажные. Вовлечение в оборот находящихся в областной муниципальной собственности земельных участков для жилищного строительства. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для индивидуального, необходимой социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения территории. Помимо этого, на заседании правительства большое внимание уделили сохранению лесов, в том числе защите от огня. Одно из предложений – пересмотреть места дислокации некоторых пожарных отрядов и разместить их в районах частых возгораний. Всего уже программа развития лесного хозяйства, рассчитанная на 7 лет, стоит почти 5,5 миллиардов рублей. В качестве приоритетных направлений развития лесного комплекса определено создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов, улучшение породного состава лесных насаждений, а также развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающие обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодичного действия. Хорошо поработали, можно и отдохнуть. Таких мест в Калужской области становится с каждым годом все больше, причем на любой вкус. Крупные объекты, как Этномир или Никола-Ленивец, соседствуют с небольшими усадьбами, где предлагаются услуги агротуризма. Более того, регион стоит на пороге создания полноценного туристского кластера. Калужская область вошла в перечень перспективных туристских регионов, имеющих высокий туристский потенциал и проявляющих наибольшую активность подготовки инвестиционных проектов. Данная оценка послужила одной из составляющих инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса Калужской области. Также губернатор Анатолий Артамонов прокомментировал ситуацию с утилизацией твердых бытовых отходов на территории области. Недавно был закрыт полигон недалеко от Ерденева, куда свозили отходы, в том числе из Москвы. Область не мусорная свалка до столичного региона. И за этим должны следить муниципалитеты. Только так мы можем ограничить. То есть муниципалитет сам может установить, что он принимает отходы только вот с этого, с этих и с этих мест. Все. Значит, из Москвы он не принимает. И я категорически запрещаю с других территорий принимать здесь твердые бытовые отходы на территории области. Категорически запрещаю. Чтобы ни у кого даже и мысли на эту тему не было. Кроме того, в области нужно перейти от простого складирования мусора на полигонах к его переработке до безопасного материала. Проекты такие есть. Слово за инвесторами, а главное за экологами. Сергей Панов, Андрей Бодршев, телекомпания НИКО-ТВ. Еще одной роботизированной фермой в нашей области стало больше. В деревне Плюсково Козельского района новый рободом обрели 135 буренок. Главной особенностью является то, что открытая ферма передана в лизинг на 10 лет молодой семье, не так давно переехавшей в Калужскую область. В планах руководства района создать 14 таких хозяйств. По замыслу это должно остановить отток молодежи из деревень. Подробности смелого эксперимента в репортаже Вячеслава Леденева. Здравствуйте. 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 Вот она, виновница торжества. Ирина Потапова, наша фермерша. Почему? Никакого не шарфика, ничего. Забота о людях, забота об экономике. Молодое хозяйство семьи Потаповых сейчас насчитывает 135 коров и 4 робота. Весомую помощь фермеры ощутили сразу же после переезда в Калужскую область в прошлом году. Здесь предложили построить семейную ферму. Помощь, то есть роботизированную ферму. Вот мы согласились. Вот выделили помощь. Министерство сельского хозяйства. Мы получили грант в размере 10 миллионов 600 тысяч. Также помог инвестор Бешко Петр Богданович. Идея фермы была директора зауэрокомплекса «Козяйское облако» Крючок Юрия Ивановича. И совместными усилиями построили вот это все. Как выживать в условиях присоединения к ВТО, если не быть в лидерах по производству? Например, молочной продукции. На семейные хозяйства у региона большие планы. Эта программа нами очень активно поддерживается, причем реальными деньгами. Из 42 миллионов рублей, которые здесь затрачены на строительство этой фермы, около 20 миллионов рублей – это деньги бюджета. Так, на всякий случай. То есть мы показываем свою солидарную ответственность. Не просто людей агитируем, а показываем, что мы сами верим в этот проект. Мы куда зря деньги никогда не вкладываем. И в том числе, конечно, облегчаем возможность для реализации, для фермера этого проекта. У роботов пополнение, но восстание машин региону не грозит. Здесь производят молоко высшего сорта, так называемое спокойное. Корова сама идет на дойку без принуждения и стрессов. Отсюда и название. В среднем ежедневный надой молока составляет 15 литров на буренку. При выходе на проектную мощность поголовье дойного стада достигнет 300. С продуктивностью до 7 тысяч литров молока на одну корову в год. Это первое хозяйство в Козельском районе, но далеко не последнее. До конца 2014 года в регионе планируется открыть 100 роботизированных ферм. Вячеслав Леденев, Леонтий Ким, телекомпания НИКО-ТВ, Козельский район. По традиции, перед Новым годом из дома нужно выбрасывать накопившийся хлам. Сотрудники наркоконтроля поступают еще более радикально. Собранные и уже ненужные улики они сжигают. На огонек наркополицейским заглянул Андрей Хорошавин. Уголовные дела закрыты, виновные осуждены. Теперь необходимости в хранении всех этих незаконных веществ нет. Это анаболики, изъятые у нерадивого спортсмена. Несколько мешков с каннабисом от энтузиастов-ботаников. А здесь более двух килограммов героина, что недавно фигурировали в деле о преступной группировке. Все это раскрывается и демонстрируется межведомственной комиссией. Они должны проверить и убедиться, что все верно. Все строго, 9-0. Опись завершена, и теперь от этого мусора нужно избавиться. По старой русской традиции ссор из избы не выносят, его сжигают. Так вот и с этими двумя килограммами героина. Его сейчас будем уничтожать. В тесной коптерке практически не развернуться. Группа быстрого реагирования шустро управляется со всеми коробками и пакетами. Один с другим они летят в топку. Все 6 килограммов запрещенных веществ уничтожены меньше, чем за час. Сегодня было уничтожено более 2,5 килограммов героина, 3 килограммов марихуаны и 300 грамм ГШШ. Данные наркотические средства были изъяты по 74 уголовным делам. И в соответствии с приговором судов сегодня произведено их уничтожение. Все сгорает без остатка. Печь должна отвечать определенным характеристикам. В ней после сгорания не должно сохраниться никаких вредных веществ. Причем дополнительную нагрузку от наркоконтроля эта топка принимает довольно часто. По словам сотрудников ФСКН, уничтожение улик производится почти каждый месяц. Андрей Хорошайн, Тимур Вороной, телекомпания НИКО-ТВ. В областной картинной галерее «Образ» состоялся фестиваль преподавателей детских школ искусств «Путь к мастерству». Цель фестиваля – повышение исполнительского мастерства педагогов и учеников. О талантах и их создателях Олеся Утятникова. Поют о лесне, поют о любви, и внимательно трогаем до зорей. Эта встреча – традиционный итог творческого года и возможность показать свои достижения коллегам. На импровизированной сцене картины галереи блистают только лучшие ученики – лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В этом году ими стали 40 юных калужан. За подготовку талантов к таким результатам преподаватели получают награды фестиваля. Вокальному ансамблю «Колокольчик» в этом году отзвенело 5 лет. По пути к мастерству, вершины которого она сама уже достигла, вокалисток ведет педагог Ирина Данилова. У нас самый лучший преподаватель. Мы его очень любим. Она всегда поддерживает нас, когда-то вот так вот ездит. Да, она всегда нас поддерживает, всегда обнимает, когда полнуется, когда уходим. Падик нас собирает, когда мы потеряем. Мы учились, понимаешь, преподаватели. Свою профессию Ирина Данилова получила по наследству от мамы-хармейстера и посвятила ей всю жизнь. Признание коллектива от областных конкурсов до международных – достойная награда за многолетний труд. Это очень приятно, что из всей области выделили определенных преподавателей, которые достигли результатов. Самый главный уровень, конечно, международные, всероссийские конкурсы. Там посерьезнее. Я бы сказала, наши областные не менее серьезные конкурсы. Тоже сложная борьба. В этом году в Калуге прошло 12 подобных фестивалей по самым разным видам искусства. Участниками стали более 2000 учеников, среди которых музыканты, певцы и художники. Возможность показать свое творчество за пределами Малой Родины была у каждого из них. Мы называем этих ребят юные дарования, поскольку они принимали участие в конкурсе. Кто-то стал победителем, кто-то не стал, но, по крайней мере, он выставлялся на этот конкурс. То есть он имел шансы стать лауреатом или дипломантом. С каждым годом мы ставим задачу, чтобы таких ребят было больше. То есть выявление, подготовка этих ребят, помощь им, оказание всевозможной поддержки, в том числе и областные стипендии губернатора, и правительства Калужской области. Надежда, которую мы вручаем традиционно в ноябре. Это тоже звенья той же самой цепи. В новом году от педагогов и учеников детских школ искусств в Калуге особенно ждут новых побед. Ведь 2014-й официально объявлен Годом культуры. Олеся Утятникова, Андрей Сомов, Денис Бирюков, Трекомпания НИКО-ТВ. Зимняя сказка для тех, кому не суждено встретить Новый год с родными. Деды Морозы пришли приободрить детей, лежащих в больнице и воспитанников детских домов. В доме ребенка получился двойной праздник. Накануне семью обралили четыре ребенка. Оставшиеся отметили одновременно и символические проводы, и новогодний утренник с костюмированным представлением. Елка зажглась, а вместе с ней и праздничное настроение. В сказочном царстве открылся бал. Первый номер – танцевальный дуэт. К выступлениям в доме ребенка начали подготовку еще в начале декабря. Зрители задают ритм. Кукла и медведь отплясывают, не стесняясь ни камер, ни гостей. Испугать малышей не под силу даже злому волку. Страшному хищнику готов дать бой и мышонок. С трусившему злодею на смену пришел неожиданный гость – Дед Мороз. Он появился в доме ребенка впервые. До этого на новогодних праздниках его замещала внучка Снегурочка. Ольга Волкова, педагог с многолетним стажем, решила, что без волшебного старика утренник никуда не годится и надела бороду. Правда, некоторые дети своего воспитателя все равно узнали. Не знаю, может быть, взгляд узнали. Все равно обрадовались. Ну, мне приятно была их реакция, если честно, что узнали. Я немножко растерялась, конечно, как поступить. Потом решила продолжать играть, не отвечать. Так, ну-ка, где ваши улыбки, покажите ко мне. Улыбаться пациентам в детской больнице чуть позже заставил другой Дед Мороз. Хоровод вокруг елки во дворе для закалки и конфеты для настроения. Чтобы поднять его, достаточно прочитать дедушке стихи или спеть песню. О таких приятных новогодних заданиях многие из детей в этом году уже и не думали. Унесешь тяжело? Ну, ты заболела утреннику, пропустила в школе. Ребятки, распаковываем подарочки. Будет нормально. Подарки Дед Мороз раздает вместе с пожеланием здоровья. О нем эти дети мечтают даже больше, чем о самом огромном мешке сладостей. Ольга Золотина, Андрей Сомов, Тимур Вороной, телекомпания НИК-ТВ. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание, что завтра в связи с профилактическими работами эфир нашего канала начнется в 15 часов. Далее новости экономики в программе «Регионы бизнеса». А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова